Урок безопасности сегодня первый в школьном расписании. Вместо учителя у доски инспектор пожнадзора. Тема урока – спички детям не игрушка. Разобрав вопрос детских шалостей, специалист рассказывает ребятам, как себя вести в случае пожара или задымления. Что делать, если ЧС произошло в школе, подскажут учителя. А вот если дома, то в первую очередь необходимо позвонить. И не родителям, а в пожарную часть по номеру 101, если звонить с мобильного телефона, который, кстати, тоже может быть причиной возгорания. У всех у вас есть мобильные телефоны. Поднимите руки. Все пользуются, все у нас большие. Мобильные телефоны вы дома ставите на зарядку. Зарядное устройство у вас включается в розетку. Основными причинами пожара стали это оставленное зарядное устройство в электросети. То есть мобильный телефон вы достали с зарядки, сняли, а само зарядное устройство осталось в розетке. Это является причиной возникновения пожара. Поэтому не забываем, сегодня также придем домой и родителям скажем, что мама и папа обязательно все электрические приборы выключаем из электрической сети. Но все же, если пожар произошел, задача ребенка срочно покинуть помещение. Не прятаться под кроватью, что уже бывало причиной несчастных случаев, рассказывает инспектор, а выбегать на улицу. Лифтом пользоваться нельзя. Кое-что должны уяснить и родители. Оставлять детей дома одних с закрытой дверью нельзя, либо у ребенка должен быть свой ключ. Далее от теории к практике. В гимназии номер один сегодня провели и практическую тренировку по эвакуации. А инспекторы заодно проконтролировали действия охраны и педагогов. К работе привлекли специалистов пожарно-спасательных гарнизонов и спецтехнику. Пока шла проверка систем сигнализации, оповещения и дублирования сигнала на пульт пожарной части, школьники стройными рядами выходили из классов и запоминали маршрут, по которому в случае ЧАЭС им придется покидать школу. Несмотря на такое количество, что их сегодня уже более 1400, эвакуироваться в течение 3-4 минут, выполняя все нормы. Система давно отработана. Вот эти эвакуации, вот эти мероприятия сейчас еще подъедут представители ГИБДД и сегодня же они проведут еще свои уроки безопасности. И самое главное, опять в реальном времени наши дети сегодня будут переходить улицу юных ленинцев. И я надеюсь, что вот эти правила они запомнят на всю жизнь. Учебная эвакуация проводится каждую четверть, поэтому все обошлось без нареканий. Оценка позже надзора положительная. Эвакуация проходит наглядно для того, чтобы у нас преподавательский состав, служба безопасности школ и учебных заведений вела себя в автоматическом режиме. То есть до автоматизма были доведены все ее действия. Наша общая задача не допустить пожаров из-за грани в учебных заведениях города. Уроки безопасности, скажем, нет пожаром. Мероприятие не разовое. В Сочи они будут проходить регулярно. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.